Здравствуйте! Вы на канале iSpeak, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. И с вами, как всегда, я, Олег Павлюченко. Недавно зритель моего канала Сергей Красильников прислал мне ВКонтакте ссылку на видео «Взрыв над Тулой 1830 года или Забытая война». Я не знаю по имени автора этого фильма, но канал называется «Неофициальная история». Так вот, в этом фильме автор нашел в тульских городских архивах документы, датированные 1830 годом. И это было несколько рапортов, докладок городских чиновников к какому-то вышестоящему руководству. И это был огненный шар, пронесшийся над городом Тулой в 1830 году. И, по-видимому, этот шар упал где-то в окрестностях города, скорее всего, в его центре. Как это происходило, мы сейчас с вами посмотрим. Итак, первый документ. Рапорт Крапивинского городничего от 27 октября 1830 года, номер 1746. Господину тульскому гражданскому губернатору. Всего октября 27 дня, видимо, было многими жителями города Крапивны след, который с 8,5 часов пополудни, при восточном ветре, гладком небе, летящий огненный шар, тянувший за собой идеально с пропущенным в виде хвоста синеогненного цвета, который в невысоком расстоянии пролетел город светлыми снизу сверкающим освещением, наподобие молнии идет, спустя минуты через три, сделая удар ощутительный, наподобие грома, продолжавшегося больше минуты, с уменьшением постепенно сего гула, о чем вашему превосходительству симпочтеннейшей донести честь имею, городничий и его подпись. Второй документ. Рапорт Департамента полиции исполнительного отделения 2. Донесение происшествий. Милостивый государь Алексей Данилович, минувшего октября 27-го числа пополудни, в 8,5 часов, при восточном ветре и ясном небе, видим был жителями города Крапивный, летящий над онем огненный шар, который сопровождался на большом пространстве синим огнем. Блескость, образовавшая в виде хвоста кисть высотой атмосферы, как бы рассыпалась вниз с ярким освещением, наподобие молнии, после чего последовал громовой удар, продолжавшийся биться минуты с полторы, после уменьшаться. Также явно замечено было падение в город Тула и окрестностях Онова, о чем донес государю-императору 12 ноября 1830 года. Подпись. Сейчас данный шлем рапорт через третье отделение собственной его величества канцелярии, имея честь довести отдельно до сведения вашего высокопревосходительства. Третий документ содержит текст, аналогичный второму, только послан на имя управляющего Министерства внутренних дел. Вероятно, вы скажете, ничего удивительного, обычный метеорит. Ну, собственно, газеты так и написали. Однако подтверждение тому, что это был именно метеорит, таких подтверждений нет. Очень интересно то, что само последствие падения шара в центре города – это пожар. А сам же этот пожар описан в тех же самых тульских документах в 1834 году. Друзья, и еще в архиве есть отчет о двух пожарах в Туле. Правда, уже в 1834 году. Первый пожар произошел 29 июня 1834 года, второй – 5 сентября того же 1834 года. Обратите внимание на карту. Направление распространения огня в обоих пожарах совпадает. Красным обозначено направление распространения огня в июньском пожаре. Синим – в сентябрьском. А теперь сравните с траекторией полета огненного шара. Откуда шар этот летел? В документе говорится «пролетая над городом» и упоминается Крапивна. И место падения – город Тула. То есть пролетая в районе Крапивны или над Крапивной в сторону Тулы. Мы видим, что совпадает с направлением распространения огня в Туле. По моему глубокому убеждению, пожар в Туле просто перенесли на 1834 год, так как год 1830 и так был полон событий и драматизма. Проще говоря, мы имеем хронологический сдвиг событий. К хронологическому сдвигу также можно отнести большое наводнение в Туле, которое якобы произошло в 1831 году. Про это наводнение также есть упоминание в архиве. Это, конечно же, очередной хронологический сдвиг 19 века. Мы с вами с этим сдвигом уже встречались. И встречались в описании Байкальского потопа, разнесенного на два события, случившихся на озере в 1862 и в 1864 годах. Но, по сути, эти события являются одним потопом. Поэтому сейчас трудно сказать, в каком же году все-таки произошел этот Байкальский потоп. В 1864 или в 1862? Эту гипотезу я высказал в своем фильме «Сенсация Тайна Байкала раскрыта». Такой же сдвиг, видимо, и в рассмотренном мною творчестве Байрона. Из фильма с нашего канала под названием «Тайна 19 века. Хронологический сдвиг найден». Байрон якобы в 1816 году описывал в своем стихотворении «Тьма» события, датируемые как градобой в российских документах 1843-1846 годов. То есть три года шел градобой и уничтожал урожаи в большинстве губерний. И этот градобой исследователь Сергей Игнатенко очень правильно отнес к камне бою. То есть с неба валились камни. А как это происходило, я уже описал в своих фильмах из серии «Три полюса, два потопа». И эти байроновские события позволили выдвинуть предположение о том, что большая часть событий начала 19 века, в том числе и война 1812 года, и восстание декабристов, и еще многое другое произошли реально на 20-30 лет позже. И вот еще одно свидетельство. Тульский взрыв, случившийся или в 1830, или в 1834 годах. И этот промежуток времени дает примерную датировку реальных событий отечественной, в кавычках, войны 1812 года. И особенно остро он указывает на сам момент взятия Москвы Наполеона. Многие уже, конечно, уловили параллель между Тульским взрывом, вызванным огненным шаром. И тем самым московским огненным шаром же, который и вызвал пожар и разрушение Москвы. А самое главное, он развернул армию Наполеона вспять. И даже сегодня распределение фонового уровня радиации в Москве указывает на следы воздушного ядерного взрыва. На карте хорошо виден его эпицентр, а также факел рассеивания радиоактивных продуктов. В своем фильме из цикла истории Великой Тартарии под названием Александр и Наполеон я предположил, что армия Наполеона подошла к Москве совместно с армией Александра Первого. И Москва для Александра была городом по меньшей мере, не входившим в его империю. К таким же точно выводам пришли очень многие исследователи реальной истории и до меня, и после меня. Но нам сегодня важен сам этот факт. При всем этом, в период взятия Москвы Александр Первый почему-то вдруг пристал быть союзником Наполеона. И случилось это именно в момент самого московского пожара. А далее русская армия погнала отступающих французов на запад аж до Парижа. И в этом вдруг у нее появились даже союзники Австрия и Пруссия. Но очень похоже, что в этом вдруг образовавшемся Священном Союзе России, Пруссии и Австрии против Наполеона присутствовала и четвертая сила. Та сила, чьи войска и описаны поздними историками как казаки в Париже. А сам же этот четвертый, а вообще похоже, что первый и главный участник Священного Союза сегодня начинает не спеша проявляться сквозь штукатурку фальсификаторов конца 19 века. И имя ему предварительно Московская Тартария. Об этой державе собрано уже много информации. Исследователи альтернативной истории уже порядка 10 лет, как занимаются этим вопросом. На данный момент уже практически известно, что ее столицей был, видимо, все-таки Тобольск. А за самой Московской Тартарией, восточнее, была еще Великая Тартария, далее была Китайская Тартария, была Независимая Тартария в Средней Азии, была Монгольская Тартария на севере Индии, а с запада, от Уральского хребта, была Кубанская и Малые Тартарии. И похоже, что все это был большой союз славянских держав. Какой же он был реально? Где искать его образ? Кто им правил? Это все острые вопросы, которые требуют ответа. Но в данный момент ответы по крупицам все-таки собираются. Вернемся к моменту взятия Москвы наполеоновской армии. Из учебников официальной истории мы знаем эти события практически по дням. Знаем, что пожар в Москве начался 14 сентября 1812 года. Как раз тот день, когда Наполеон занял Кремль. То есть вошел в Москву. А вошел он практически без боя. Из-за этого пожара 19 сентября Наполеон уже бежал из Москвы по Калужской дороге. Якобы отступая, взорвав московский Кремль. Спрашивается, чем он его взрывал. Об этом тоже уже писали многие альтернативные исследователи. Скорее всего не было у Наполеона такого запаса взрывчатых веществ, чтобы взорвать башни и стены Кремля. Описывать их сейчас я не буду, какие были именно взорваны. Но смысл того, что Наполеон не мог тем вооружением, которые описывают историки, что-либо взорвать крупное, тем более стены московского Кремля. Скорее всего стены и Кремль, который видимо весь обгорел этот самый белокамерный Кремль, а потом его обложили или строили красным кирпичом, пострадал реально от того самого огненного шара и пожара им вызванного. Что же делали русские войска? Они зашли в Москву вслед за последними бежавшими французами. Даже какие-то остатки французской армии во главе с фельдмаршалом захватили в плен. Но было это уже 11 октября. Вопрос все-таки остается один. Где же реально была русская армия на момент захвата Москвы Наполеоном? Официальные историки пишут, что после Бородинского сражения Кутузов отвел армию к Можайску, а Филях проводил военный совет. Но вот в этом фильме с канала неофициальная история. Видимо показана реальная ситуация в русской армии того периода. Она маневрировала с юга от Москвы. И тут встает вопрос могло ли только лишь польское восстание привести к столь масштабным маневрам по европейской части нашей страны в 1830 году? Друзья мои смотрите на карту стрелками показано направление перемещения войск. Подчеркиваю не маршрут а именно направление то есть откуда и куда двигались. Рода войск обозначены цветами пехоты зеленым артиллерия красным кавалерия синим другие роды войск такие как саперы канонисты музыканты и те кого не удалось идентифицировать по роду войск обозначены бордовым цветом. Согласно официальной истории активные боевые действия по подавлению польского восстания русская армия начала вести только в 1831 году и как мы видим на карте только одно воинское подразделение это тептярский казачий полк проследовал через тульскую губернию из Оренбурга в Гродно в 1830 году. Согласно архивным записям более в сторону Польши воинских подразделений за этот год не направлялось по крайней мере через тульскую губернию. в основном точкой назначения были Санкт-Петербург Москва Подмосковье а также Владимирская область Тула Брянск Орел Масальск Можайск и другие населенные пункты возле Москвы и Тулы также за 1830 год в описании архивных документов было отмечено много отчетов о раненых и заболевших солдатах и мирных жителях. Вот на этой представленной автором фильма карте очень хорошо видна граница идущая по меридиану на юг от восточных районов нынешней Московской области и как мы видим вдоль этой границы и маневрировала русская армия в 1830 году не переходя эту границу на восток и только одна синяя стрелка на этой карте через всю ее с востока на запад показывает передвижение оренбургских уральских войск идущих якобы на подавление польского восстания вывод из всего этого только один русская армия маневрировала вдоль границы с московской тартарией при этом не переходя эту границу и не ступая в бой но в Москву все-таки с юга она заходила и скорее всего совместно с французами участвовала в захвате города французская армия в Москву зашла с запада а вот как мы видим с этой карты русская армия зашла с юга об этом хорошо свидетельствует вывоз из Москвы 12 тысяч трупов русских солдат эти трупы якобы вывезли после освобождения Москвы после бегства Наполеона столько трупов к слову французов в Москве не обнаружили нам же описывают взятие Москвы Наполеона практически без боя откуда тогда трупы русских солдат в таком количестве и ранеными якобы на Бородино это не объяснить историки рассказывают типа это эвакуированные в Москву раненые русские солдаты после Бородинского сражения но во-первых само число 12 тысяч это очень много а во-вторых что-то не верится в такое количество умерших раненых анализ этой карты нам дает еще одну деталь эти уральские полки явно тартарские войска пошедшие на запад и видимо уже как союзники русской армии с которой они же и захватили Париж теперь предположение о самой Москве судя по расположению Москвы а как мы видим она почему-то расположена с запада от предположенной границы с московской тартарией в смысле Российской империи возникает вопрос к какому же государству относился этот город ранее многие исследователи в том числе и я предположили что Москва на момент войны Наполеона не входила в состав Российской империи почему Наполеон и пошел не на Питер столицу России а на Москву но у меня всего лишь одно предположение Москва была самостоятельным торговым городом с областью вокруг нее в эту же область входила Тула и по Туле как и по Москве кто-то нанес удар огненными шарами но при своем видимо свободном статусе торгового города все-таки Москва тяготела к Тартарии и по сути являлась воротами в нее потому Наполеон и пытался захватить именно Москву как плацдарм для дальнейшего продвижения на восток и еще один серьезный вопрос кто же все-таки поджег Москву и Тулу из рассмотренного нами фильма следует что шар в Тулу прилетел с юго-запада то есть не из Тартарии пока на этот вопрос ответить конечно же трудно предварительно можно предположить лишь несколько сценариев если шар послали силы действующие из-за Наполеона почему же он от этого больше всех и пострадал хотя может быть принадлежность шара и не связана со стороной света откуда он прилетел это конечно же косвенно свидетельствует об орбитальном следе а может быть конечно же все проще просто видимо тартарский космический аппарат вращался по орбите по направлению вращения земли и выходил на цель с юго-западного направления откуда и выпустил несколько огненных шаров по цели впереди один из шаров мы знаем поджег Москву вот теперь мы видим что второй поджег Тулу может быть были и еще удары но пока об этом говорить рано свидетельств еще не найдено можно сказать лишь одно что тот шар который был направлен в Москву ударил по войскам французов а вот тот шар который поджег Тулу ударил по русским войскам как мы видели с той карты маневрирующие в принципе в районе этого города видимо там была их реальная ставка конечно же мне очень многие начнут задавать вопрос кто же применял эти шары кто владел таким оружием я все таки думаю что этим оружием владели и войска наполеона и войска московской тартарии просто мы не представляем технического уровня того времени конечно же есть определенные основания считать что была и какая-то третья сила находящаяся в космосе которую мы не знаем но все это еще предстоит исследовать а теперь к польскому восстанию восстанию 1830 1831 почему-то это польское восстание названо русско-польской войной хотя мы знаем что польша еще со времен второй половины 18 века была частью российской империи после первого и второго раздела речи посполитой но это восстание получается было не только польским восстали против российской власти практически все западные области империи сразу вопрос какое может быть восстание в годы спокойного правления Николая первого еще не просто восстание а восстание названное войной из учебников официальной истории причинами восстания всегда назывались события которые ослабляли центральную власть в государстве как многие помнят они назывались по-разному кризис верхов либо смена правителей но в момент правления Николая первого в 30-е годы 19 века была достаточно сильная государственная власть и я думаю официальным историкам обосновать это польское восстание холерными бунтами просто не удастся еще причиной восстания могла быть внешняя война и на это очень похоже есть очень сильная связь Польши и Франции во-первых поверь все это католики так не приход ли армии Наполеона в западной области российской империи и вызвал предательство польской католической элиты и переход ее на сторону французов а мы знаем что в польском восстании практически главенствующей роли играла та самая польская католическая знать а не народ и я думаю это предположение верно это самое польское восстание происходило в момент прихода восточную Европу Наполеоновской армии что в принципе опять подтверждает наше предположение о том что реально события 1812 года происходили в 30-е годы 19 века что же нам говорит о Польше официальная историческая наука о Польше периода начала 19 века периода той самой Наполеоновской войны а Польша оказывается с 1807 года являлась герцогством варшавским под протекторатом Франции якобы в 1807 году случился третий раздел речи посполитой по тыльзитскому миру между уже Россией и Францией хотя мы знаем что в 1772 году речь посполитую уже давно поделила Россия и Пруссия потом эти две страны ее зачем-то опять поделили уже в 1793 году и Екатерина вторая издала указ о присоединении польских областей к Российской империи так что получается что Франция сначала не была союзником Российской империи она отбила у нее часть территории а это не шутки Екатерина присоединила польские области к России в 1793 году как следует из официальной истории а самое интересное что под этим самым третьим разделом 1807 года четко торчат уши этого самого польского восстания 1830 года ну отсюда можно сделать много выводов первый вывод что первый второй и третий раздел речи посполитой это всего лишь один раздел и раздел 1830 года того самого польского восстания второй серьезный вывод между Россией и Францией были далеко не безоблачные отношения хотя как мы теперь понимаем они вместе пошли на Москву но Александр при первом же удобном случае заручившись поддержкой видимо самой московской тартарии и добил Наполеона и судя по той карте где мы не выигрывали русские войска от Тулы в Москве не переходя границу Александр видимо не проводил никаких боевых действий против самой московской тартарии но входил в Москву и это еще раз подтверждает что Москва видимо с областью вокруг не принадлежала ни московской тартарии ни российской империи это был действительно свободный купеческий город вот из этого самого польского восстания при правильном его совмещении с войной 1812 года вытягает множество интересных фактов которые нужно исследовать и возникает какая-то странная параллель войны 1812 года в Европе и войны того же времени в Северной Америке это то самое предположение многих альтернативных исследователей о том что война 1812 года была мировой и в ней был затронут и американский континент эту параллель нам позволит уловить биография такого американо-польско-французского героя как Тадеош Костюшко этот Тадеош Костюшко являлся одновременно военным и политическим деятелем как Польши так и США а еще он являлся почетным гражданином Франции как уроженец белорусских сел Тадеош Костюшко вдруг стал бригадным генералом в войне за независимость США 1776 года но я здесь забегу вперед война за независимость США 1776 года и гражданская война в США 1861 года это скорее всего одно и то же событие и реально оно происходило именно в 1861 году сам же Костюшко и не так пишут и не так пишут историки в период с 1746 по 1817 год года его рождения и смерти а жил он в первой половине 19 века и дальше и Костюшко возглавлял именно то польское восстание 1830 года а не то раздвоенное которое ему приписывают в 1794 это все одно событие что же получается это польское восстание 1830 года ставит с ног на голову все датировки конца 18 начала 19 веков и все это теперь требует более тщательных исследований и в конце этого фильма я сделаю вывод мы с вами рассмотрели еще одно свидетельство того что реально война 1812 года происходила в начале 30-х годов 19 века и как мы уже с вами давно наблюдаем постоянно нас преследуют хронологические сдвиги так же и в Тульском взрыве само описание прилета огненного шара мы видим в 1830 году а последствия которые он вызвал при падении и пожаре мы видим в 1834 году но я лично к таким хронологическим сдвигам уже привык главное понимать одно что мы сталкиваемся с одним и тем же событием разнесенным в разные годы а сама гипотеза которая кстати не только моя а еще огромного числа исследователей реальной истории о том что события 1812 года происходили гораздо позже как мы видим в первой половине 30-х годов 19 века имеет под собой достаточно прочный фундамент конечно же нас будут многие критиковать но как я люблю говорить не все так просто ранее свое предположение о хронологическом сдвиге 19 века я уже рассказывал в своем фильме тайна 19 века хронологический сдвиг найден и сегодняшний фильм еще одно свидетельство в копилку моей гипотезы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии еще раз напоминаю всем что мы совместно с Алексеем Кунгуровым готовимся к летней экспедиции сезона 2018 года и начнем мы свои исследования с Причерноморья также хочу сказать огромное спасибо тем кто поддерживает наш проект по сбору средств на запланированные экспедиции этот сбор напомню мы осуществляем на крауфандинговой платформе планета.ру кто захочет оказать помощь нашему проекту переходите по этой ссылке заранее огромное спасибо субтитры субтитры